В Таджикистане сошел сель, с сихи унесла жизни 13 человек. Во множестве сел повреждены дома. В Бюшкеке, Астане, полдень. Меня зовут Камила Валиева. Здравствуйте. 13 человек погибли в результате схода селя в Таджикистане. Еще двое детей в Ахдате считаются пропавшими без вести. Нашли ли их, пока неизвестно, сообщает радио ОЗУДИ. Из-за правливных дождей, камнепада и ополозни сошли в 9 регионах страны, а в Душанбе тем временем затопил сильный дождь. Президент Эмамали Рахмон выразил соболезнования погибшим и поручил правительству принять меры по ликвидации последствий. Грязевые потоки до сих пор растекаются по разрушенным селам. Во дворах жилых домов валяются огромные валуны. Одна из погибших в результате схода селя 24-летняя Садокат. У девушки остались двое маленьких детей. Она жила в родительском доме своего мужа в селе Бустан-Соробли из города Вахдат. Незадолго до трагедии я услышал какой-то грохот. Вышел из дома, закрыл большие ворота и оставил открытую калитку. Грохот нарастал и вдруг мощный селевой поток отбросил меня к забору. Почти во всех кишлаках Вахдата селевые потоки разрушили дорожную инфраструктуру и сильно повредили жилые дома. Очевидцем стихии в сельской общине Чуян-Гарон стал Джамалидзин Ахмадов, сторож кирпичного завода. Вот что он рассказал журналистам радио ЗУДИ. Недалеко от нас была припаркована совершенно новая машина. Селевой поток унес ее, а за ней и наш вагончик. Внутри другой машины на берегу мы обнаружили двух человек – мужчину и женщину. Женщина была еще жива, но скончалась в больнице. Утром на берегу реки нашли еще два тела – 14-летней девочки и 60-летнего мужчины. Пострадала от стихии столица Таджикистана Душан-Бе. Из-за сильных проливных дождей в городе на несколько часов отключили электричество, а в некоторых районах пропала питьевая вода. Кроме того, потоки грязи размыли крупное шоссе, а в микрорайоне Нижняя Худжамбия вода затопила более 30 домов. Двор и три дома забиты грязью. Кухня и подвал полны воды. Еды больше нет. Ковры и одеяло непригодны для использования. У меня нет дома, в котором можно жить. Эту ночь я провела в доме соседа. Тем временем в Комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана сообщили, что в ближайшие дни остается риск схода силей в предгорных и горных районах республики, за исключением Хатлонской области и Востока Горного Бадахшана. Сотрудники ведомства обратились к населению с просьбой соблюдать все меры предосторожности. В Калужской области от мигрантов, желающих получить гражданство России, требуют заключить контракт с Минобороны для участия в войне в Украине. Об этом сообщает местная правозащитница Татьяна Котляр. Она рассказала, что с этим сталкиваются преимущественно мужчины из стран Центральной Азии, но распоряжение также коснулось как минимум одного беженца из Украины. При этом женщинам таких требований не выдвигают, говорит Котляр. По словам правозащитницы, проблемы с подачей документов в Калужской области начались в апреле. Котляр отправила жалобу уполномоченным по правам человека в регионе, но не получила ответ. Она рассказала историю о беженце из Харьковской области Украины. Мужчина, как утверждается, получил временное убежище в Калужской области и подал документы на российское гражданство. Однако в МВД и в Обнинске у него попросили справку из военкомата о заключении контракта. В результате он отказался от подачи документов. Между тем, у здания 7.7 «Горизонтальная Россия» удалось анонимно поговорить с гражданином Таджикистана, который имеет российский вид на жительство. Он рассказал, что при подаче документов на гражданство его отправили в военкомат за справкой о заключении контракта на службу в армии. По его словам, он был готов его заключить, но в армию его не взяли из-за наличия пяти несовершеннолетних детей. Однако, несмотря на это, документы на гражданство без справки у него не приняли. Ну и по традиции я вам напомню, что у нас есть телеграмм и ватсап номера, на которые вы можете написать. Если вы мигрант и вам есть что рассказать нам, или вы живете в одной из стран Центральной Азии и уверены, что зрители должны узнать вашу историю, свяжитесь с нами. Отправляйте нам видео, фотографии и описание к ним. Адреса наших аккаунтов на экране. Мы ждем ваших сообщений. Генконсул России в Алматы Евгений Бобров больше не работает в стране. Ранее дипломат заявил о спаде изучения русского языка в Казахстане. По словам официального представителя МИДа Казахстана Айбека Смодиярова, на минувших выходных Бобров завершил свою дипломатическую миссию и покинул страну. При этом Смодияров не стал уточнять, связан ли уход российского дипломата с его скандальными высказываниями. Не ответил он и на вопрос журналистов о том, ушел ли из должности Бобров сам, или он прекратил свою работу по требованию власти Казахстана. Напомню, в интервью ТАСС Евгений Бобров заявил, что в последние годы в Казахстане сокращаются русскоязычные школы и классы. Дипломат рассказал, что исключение предмета русский язык из программы для учащихся первых классов с казахским языком обучения якобы вызвало в обществе определенную обеспокоенность. Однако, по словам Айбека Смодиярова, Бобров, возможно, не был в курсе всей информации о ситуации с русским языком в стране. Из 7 711 государственных школ, отличая государственных школ, 3957 школы ведут обучение только на казахском языке. 1203 школы на русском языке, а 2551 школа на казахском и русском языке. Поэтому при этом планом на полный переход всех школ страны исключительно на казахский язык обучения нет. Аким Астане осудил жителей города, которые испортили прилавки с фруктами и овощами на выставке сельхозпродукции из Таджикистана. Впрочем, большая часть посетителей ярмарки, по словам чиновника, вели себя культурно. Всего мероприятие посетили около 100 тысяч человек, рассказал чиновник. Нашумевшее видео с выставки в Астане уже несколько дней гуляет в интернете. На них видно, что люди залезают на съедобные инсталляции и уносят фрукты и овощи, из которых они состоят. Некоторые казахстанцы смогли даже залезть на высокие тумбы, чтобы собрать виноград. В итоге ярмарка-выставка, которая проходила в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане, завершилась досрочно. Всю привезенную продукцию сельхозпроизводители из Сагдиска области реализовали, сообщили в администрации Астаны. На ярмарке продали более тысячи тонн товаров. Тем временем Аким Астан и Женис Касымбек заявил, что власти города зафиксировали факты порчи имущества во время мероприятия. По словам чиновника, некоторые местные жители сломали навесы, прилавки и декорации. Он отметил, что полиции поручено установить лица, которые допустили факты вандализма и нарушения общественного порядка. Все они будут привлечены к ответственности, пообещал Касымбек. Также были факты нарушения общественного порядка. Это показатель низкой культуры обесценивания чужого труда. Из-за действий некоторых людей тень легла на всех жителей Астаны. Подчеркнул, что выставку-ярмарку посетили около 100 тысяч человек. И большая часть горожан вела себя культурно, за что выражаю им благодарность. Трукменистан добивается от России выдачи братьев Бекбиевых, Тачмурата и Ашербая. Власти страны обвиняют их в разжигании национальной и религиозной вражды, об этом сообщает проект «Мигрант Медиа». Между тем правозащитники заявляют, что Бекиевы не имеют отношения к религиозным фанатикам. Они уверены, что мигрантов преследуют за инакомыслием. Я хочу сказать, что они не представляют никакой угрозы для Туркменистана, а тем более не представляют никакой угрозы России. Просто вот сложилась такая практика со стороны Туркмени, что если этот религиозный человек ведет самостоятельно, он самостоятельно не подходит под идеологию туркменских властей, то на него сразу начинает, как я сказал, заводить сразу уголовные дела и автоматически зачисляет его в разгляд врагов. Сейчас оба брата находятся в Санкт-Петербурге. Тачмурат Бекиев в СИЗО, Ашарба Бекиев в Центре временного содержания мигрантов. Его собираются депортировать из России за нарушение миграционного законодательства. Это уже не первый раз, когда Ашарба Бекиева задерживают в России. Семь лет назад его арестовали по запросу туркменистанских спецслужб. Тогда Генеральная прокуратура России санкционировала его в удачу в Туркменистан. Однако с помощью Европейского суда по правам человека ему удалось избежать экстрадиции. Если их вернут в Туркменистан, их будут пытать и осудят на длительный срок. И не факт, что они выйдут оттуда живыми. Это были главные новости к этому часу. Больше новостей из Центральной Азии в вечерней программе Шавкатом Тургаевым. Смотрите наши выпуски в социальных сетях, делитесь с друзьями, ставьте лайки и комментируйте, так их смогут увидеть гораздо больше людей. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok